Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Пророка Божия Иезекииля. Сегодня мы будем читать и делать обзор четвертой главы этой книги. В этой главе содержится 17 стихов. О чем говорится в этой главе, христианские экзегеты предлагают такое рассуждение. Здесь как бы наглядно представлены два обстоятельства. Первое. Укрепления, которые ведут вокруг города. Пророку надлежит показать это. Взяв в осаду символическое изображение Иерусалима. Об этом с первого по третий стих. И кроме того, ему предстоит лежать перед ними сначала на одном боку, а потом на другом. Об этом с четвертого по восьмой стих. Далее. Голод, который будет свирепствовать в городе, пророк представит его употреблением весьма, это мягко говоря, весьма грубой пищи. Причем ограничиваясь весьма малым ее количеством в течение всего времени символического действия. Об этом с девятого по семнадцатый стих. Не так давно я участвовал в передаче «Серафим» и мы говорили о святости. Хотя я понимал, что говорить о святости с неверующими, например, это все равно, что говорить о музыке с глухими. Или с людьми, которые не имеют слуха. А так как я предполагал, что разные люди могут смотреть подобную передачу, я, естественно, был как бы этим всем обеспокоен. И во время этой передачи задавался вопрос со стороны ведущего, а как оценить поведение столбников. Столбники – это были такие подвижники, которые забирались на столб и там жили до смерти, спали, ели, пили, проповедовали, молились, читали Слово Божие. Все подобные действия, которые мы не можем понять с логической точки зрения, это символические пророческие действия. И четвертая глава книги Эзекииля, она рассказывает об этих непонятных для бездуховных людей действиях. Итак, первый раздел, с первого по третий стих, делается как бы укрепление, такое искусственное, ну, в песочке, скажем так, в песочнице. Укрепления, которые возведут вокруг города, пророку надлежит показать это, взяв в осаду символическое изображение Иерусалима. И мы читаем. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим». Возможно, речь идет только о имени этого города, Иерусалим. Возможно, была попытка начертать как бы общий план этого города. «И устрой осаду против него, в этой же песочнице, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, может быть, из камушков, может быть, из кусков дерева. «И возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобой и городом, и обрати на него лице твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его». Это будет знамение дому Израилеву. И культурно-исторический комментарий подсказывает нам, что символические действия, предвещающие разрушение Иерусалима, зримым образом как бы являли и показывали, что будет происходить. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14-15 стих, мы находим такие слова. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». То есть символические пророческие действия, как и действия столбников, юродивых, они лишены рационального смысла, но разуметь их надо именно духовно, именно как духовные пророческие символические действия. И далее, 4 по 8 стих, говорится, что кроме того, ему предстоит лежать перед ним, перед таким символическим городом, сначала на одном боку, а потом на другом. И мы читаем с 4 стиха ниже. «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. Триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева». То есть 390 дней ты будешь лежать на одном боку. Шестой стих. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина день за год, день за год, что значит день за год? То есть он будет лежать сорок дней, но они будут означать сорок лет. День за год, день за год я определил тебе. Далее, 7-8 стих. И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, докори не исполнишь дней осады твоей. Почему? Для того, чтобы достучаться до сердец евреев, пророк должен припекать к подобным символическим действиям. По сути дела, и родствовать, то есть добровольно безумствовать. Потому что люди разучились включать свой разум и с рассудительностью воспринимать волю Бога. А проповедь безумия, юродства может отвлечь их от собственного рационализма и заставить себя задуматься, а почему так ведет себя этот человек, так кричаще, так неестественно. Далее идет раздел с 9 по 17 стих. Голод, который будет свирепствовать в городе, пророк представит его употреблением весьма грубой пищи, это мягко говоря, причем ограничиваясь весьма малым ее количеством в течение всего времени символического представления. И мы читаем. «Возьми себе пшеницы, и чменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и высыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем, 390 дней ты будешь есть их, и пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по двадцати сиклей в день, от времени до времени ешь это, и воду пей мерою, по шестой части гина пей от времени до времени». И вот двенадцатый стих, очень грубо. «И ешь, как ичменные лепешки, и пеки их при глазах, их на человеческом кале». Я думаю, любой человек, рационально мыслящий, он остановится. «А почему так? Почему так грубо? Почему такое требование?» Символические действия, они и есть действия, кричащие. Но даже при этом Бог силен поменять какие-то свои решения, когда он видит, что его служителям становится уж совсем тяжко. Далее мы читаем, с тринадцатого стиха и ниже. «И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их, то есть будут жить, как в дерьме». Вот для чего надо было использовать и человеческий кал. «Тогда сказал я, о Господи Божий, душа моя никогда не осквернялась и мертвичины, и растерзанного зверем. Я не ел от юности моей до ныне». А мы знаем с вами, что Эзекииль был из рода священников, которые очень внимательно соблюдали законы чистоты, законы кашрута. «И никакое нечистое мясо не входило в уста Мои». И вот когда Господь услышал такой его ропот, скажем так, и вдруг Бог меняет свое решение. Не во всем, но в том, что особенно шокирует нас, читающих этот текст. «И сказал Он, то есть Господь, мне, вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой». Преподобный Ефрем Сирин пишет «Сим повелением пророку Бог предвещает иудеям, что как пророк употреблял в пищу опреснок, испеченный на огне, с мотылами человеческими, и в опресноке возвращал в себя извергнутые им, так иудеи будут вследать, что от них произошло, то есть рожденных ими чад». Конец цитаты. И если в этом символическом действии пророк должен был использовать свой собственный кал, ведь он никуда не уходил с этого места, то это было предзнаменование того, что если человек использует свой собственный кал в приготовлении пищи, то, что производит его тело, это указание на то, что наступит время. И этот народ, по отношению к которому совершаются эти символические действия, они будут есть то, что они производят, но это будет уже не кал. Они будут поедать своих собственных детей. Далее 16-17 стихи. «И сказал мне, сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерой, и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем». И в книге «Второзаконие», 8 глава, 3 стих, мы находим такие слова. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». А это зачем мы цитируем? Когда в Священном Писании говорится о недостатке пищи и особенно о недостатке хлеба и воды, это указание на то, что Слово Божие сокроется в этом мире. И смотрите, что мы находим в книге пророка Амоса, 8 глава, с 11 по 13 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его, в тот день истаивать будут от жажды красивой девы и юноши». То есть они будут истаивать от жажды слышания Слова Божия, они будут алкать хлеба небесного, как сказано, не хлебом, единым жив человек, но всяким словом, Божьим, исходящим из уст Божьих. И святитель Григорий Великий, двоислов, Папа Римский, пишет, «В Святое Писание есть пища наша и питье, поэтому-то и Господь через другого пророка угрожает послю глад на землю, не глад хлеба, не жажду воды, но глад слышания Слова Господня». Итак, кто по собственному своему изречению грозит истощить нас голодом и жаждой, тот, то есть Господь, показывает, что слова его суть пища и питье. Но надо заметить, что он иногда суть пища, а иногда питье, ибо в местах темных, которых без объяснения понять нельзя, в Святое Писание есть пища, так как то, что объясняется для того, чтобы было понято, как бы разжевывается для того, чтобы было проглочено. Помните, я говорил о том, что Слово Божие надо не просто съесть, как Бог сказал пророку язык Илю, но и переварить, а перед этим хорошо разжевать, то есть воспринять с рассуждением. А в местах ясных, то есть когда мы читаем ясное местописание, питье, то есть как вода струится, легко пьется, ничего не надо разжевать. Итак, ясные заповеди мы пьем, потому что и без объяснения разуметь их можем, поэтому о том, что пророк Эзекииль должен был услышать темно и загадочно, не говорится ему о священном свитке, пей, но съешь. Ясно, говорилось, как бы так, обсуди и разумей, то есть разжуй и проглоти, но в словах священного изречения должен быть соблюдаем такой порядок нашего занятия, чтобы мы разумели их для того, чтобы мы, как сокрушающиеся о нашем беззаконе, сознавая грехи, соделанные нами, избегали других. Конец стат. И вот на библейском портале Экзегет нам, священникам, приходится за вас жевать, пережевывать эту пищу в словах разных рассуждений, как птицы иногда пережевывают пищу за своих птенцов, чтобы потом передавать им ее из уст в уста. Если кто-то испытывает затруднения при исследовании Писания и больше любит слушать какие-то общие темы, общие рассуждения, мы неправильно поступаем, если такое происходит. Именно библейские беседы должны вызывать наше особое внимание и наш особый интерес, в отличие от бесед, на какие-то другие, немножко отвлеченные от прямых библейских текстов темы. Итак, сегодня мы читали и сделали обзор четвертой главы книги пророка Иезекииля, в которой всего 17 стихов. Если мы будем живы, Господь позволит, мы будем продолжать эти занятия дальше. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых лекциях, беседах и берегите себя. Продолжение следует...